Использовать календарь низких цен на авиабилеты стоит, если у человека нет никакого желания высчитывать дату поездки и попасть на наиболее благоприятный период для путешествия. С таким инструментом в 2018 году можно купить дешевый билет на любой авиарейс, даже в страны Европы. На различных туристических сайтах можно найти ссылки на календарь авиабилетов, дешевых. Это достаточно популярный инструмент, позволяющий выбрать билеты на авиарейсы с пометкой «Авиасейль». С его помощью возможен поиск мест на самолет или ЖД со скидками в течение дня, недели или даже месяца. Можно посмотреть график за июнь или август, в зависимости от того, какие даты будут указаны в форме. Есть возможность посмотреть прогноз роста или падения цен на различные компании. На сайтах представлен «Аэрофлот» и иные, менее популярные компании. Базы данных у многих огромные, поэтому выбор у человека будет немалый. Предназначение таких сайтов – возможность найти самый дешевый билет на самолет за апрель или сентябрь на прямой рейс. При помощи такого инструмента можно отыскать скидки на любые даты. В результате путешественник сможет не подбирать даты отпуска на самые дешевые месяцы, а подбирать максимально выгодное предложение в соответствии с собственными пожеланиями. Авиабилеты на билеты плюс сейчас календарь цен на авиабилеты можно найти практически на каждом сайте. Однако на половине ресурсов нет официальных данных, и их создатели берут цифры практически с потолка. Поэтому, чтобы не разрушить свои ожидания и не попасть в период значительного повышения цен, лучше воспользоваться надежными источниками. Самый популярный ресурс в этой области – авиасейлс. Перейти на него нужно по следующей ссылке. Инструмент обладает огромными возможностями, но их потенциал часто скрыт. Важно, тут можно выбрать город назначения и выезда, составить сложный маршрут и посмотреть множество выгодных предложений. Показывает прямые и транзитные рейсы, если на эти даты что-то есть. У него есть конкурент – SkyScanner. Этот ресурс обладает почти такими же возможностями. Есть удобная статистика, представленная в виде наглядного графика. У него имеется одна отличительная особенность – возможность выбрать не только указанные города, но и аэропорты поблизости. Это позволит расширить круг поиска и найти более выгодные предложения. Отслеживать динамику цен и использовать календарь авиабилетов довольно просто. С задачей справится даже человек, обращающийся к компьютеру исключительно на «вы». Интерфейс обеих сайтов прост и понятен, их разработчики попытались сделать ресурсы доступными для любого потребителя. Авиабилеты от Синдбад поскольку авиасейлс и скайсканер похожи друг на друга, инструкция пользователю будет одинакова. Отличается только расположение некоторых кнопок. На заметку. Чтобы найти дешевый билет, для начала необходимо ввести город, откуда человек собирается вылетать. После этого вписать пункт назначения, где доступны только те места, где есть функционирующий аэропорт. После этого при помощи интерактивного календаря выбрать дату вылета и дату возвращения домой. Пропустить, если нужна поездка в один конец. Указать желаемый класс комфорта и количество пассажиров, а также их возраст. Если речь идет о сложном маршруте, в меню необходимо выбрать соответствующий пункт. После этого ввести все города, в которых человек собирается побывать. Обязательно указать даты вылета из мест. Второй город в первом направлении должен совпадать с первым городом во втором направлении. Авиабилеты на Яндекс как показывают различные графики. Дорогие цены на билеты, на Новый год, майские праздники и летом. В эти периоды все россияне едут на отдых, пользуясь неделей или даже месяцем приятного отпуска. Компании пользуются этим, поэтому значительно повышают стоимость. Если человек также решил лететь в популярное время, лучше не брать места на прямые перелеты. Лучше или построить свой маршрут выгодно, через не самые известные направления, или воспользоваться транзитом. Об этом говорит даже сайт, где можно найти календарь низких цена на авиабилеты от авиакомпании Победа, http www.pobeda24.su Касая черта календар еще один популярный ресурс для мониторинга. Напротив, самое дешевое время – это поздняя осень, когда уже закончился бархатный сезон, а зимние каникулы еще далеко. В это время можно поехать в какие-либо теплые страны, чтобы погреть кости и отдохнуть от вечных дождей. И еще один дешевый период – это ранняя весна. Когда большинство людей страдают от типичной хандры периода витаминоза, отличный вариант – съездить на Бали и полюбоваться бескрайними песками и Голубым морем. Многие врачи рекомендуют такие поездки, поскольку весеннее солнце менее агрессивное, чем летнее. Как показывает мониторинг билетов на самолет, выгоднее всего летать в страны, не по сезону. Чем направление не популярнее на сегодняшний день, тем место в самолеты обойдется дешевле. Летом не стоит летать на Бали, Мальдивы, Сочи и Турцию. Полежать под теплым солнцем в это время хочет едва ли не каждый второй гражданин России. Поэтому лучше выбрать поездку в места, где нет моря. Можно обратить внимание на поездки в исторически важные города, переполненные экскурсиями. В сентябре расслабляться также не стоит. В Турции и Крыму начинается бархатный сезон. Море все такое же теплое, но солнце не припекает и не наносит урон коже. Пляжи переполнены, а билет нужно заказывать за несколько месяцев до предполагаемого путешествия. Зимой рассчитывать на хорошую поездку в теплые страны также нельзя. Загружены направления в тематические экскурсии вроде места обитания Санта-Клауса. Важно, лучший вариант сэкономить, это ездить на море осенью или весной, перед самыми популярными периодами. Летом лучше просвещаться, бродить по руинам старых городков и летать в небольшие поселения. К примеру, в августе можно дешево слетать в Барселону и познакомиться с культурой Испании. Экономить на отпуске – непростая задача. Придется использовать соответствующие ресурсы, выбирать правильные направления и грамотно распределять даты. Но усилия стоят того, деньги останутся в сохранности, и путешественник сможет покупать свежие фрукты и красивые сувениры из очередной страны.